Послание апостола Иакова, вторая глава, так по порядку будем читать и узнавать, как себя вести. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Если к вам войдет в собрание человек с золотым перстем, в богатой одежде и в бедной одежде, и вы скажете, одному сядь сюда, другому повыше, то не пересуживаете ли вы в себе и становитесь ли судьями, скудыми мыслями? Не бедных ли мира избрал Господь, чтобы сделать их богатыми верою? Небогатые ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? А на кто не хочет быть богатым? Ты спроси, кто собирается замуж, по каким критериям ты хочешь выбирать жениха? И Анна Таус говорит, каждая желает выйти за богатого, а за бедного ты выйди. Да какая же беднота-то тебя ждет, да еще дети-то пойдут. Пеленки купить не на что будет. Надо, чтобы сильный был. Неплохо, чтобы знатный был. Ну и красивый. И все это было в одном человеке, в такой степени, как не было в стране во всей. Кто это был? Самсон. И однако же, на коленях усыпела и предала. Так не пересужены ли мы в себе, когда ищем по другим качествам, кроме тех, которые дал Господь? Богатыми верою, вот что главное. А богатые, они, говорит, не вас ли в суды тащат? И апостол Павел говорит, это Яков, об этом, чтобы мы, не взирая на лица, обращались с людьми. Что значит взирать на лица? А по положению. Богатому человеку место другое совсем. Вот Сирахов и говорит об этом. 14 глава, 28 стих. Вот заговорил богатый, и речь его превознесли до облаков. Заговорил бедный, и говорят, а кто это такой? Вот как это все сегодня похоже. Рекламные ролики что угодно раскрутят, ни одного здравого слова нет везде на первых обложках. Правду говори, никому ты не нужен, никто тебя и слушать не будет. Так ведь это было две тысячи с лишним лет назад. Так сегодня-то разве это не так? Выступает архиерея, читаю. Целый год читаю, не могу нанять ни одной речи, которая прямо вызвала ко Христу. Ни одной. За пять лет все перебрал, что у меня есть, и ни одной речи не нашел. С властями надо ближе поднимать основу православной культуры. Что угодно, но только не то, к чему призывает Господь, чтобы люди были богатые верою. Культурология какая-то, традиции, корни. Ни одного слова нет в Писании. Еще окормлять. Новое слово придумано. Да не по этим словам Господь будет нас судить, а по слову своему, которая, войдя в душу нашу, растворилась верою, пропитала человека всего и даровала ему новую жизнь. А новая жизнь, родился свыше или нет, как узнать? А у тебя другое мышление будет. Что ты любил, то останется позади. Чего ты не знал, выйдет на первый план. Галатам, 2 глава, 4 стих. Апостол Павел говорит. Это для нас образец. И в знатных для меня не было ничего удивительного. Ибо Бог не взирает на лица человека. А ведь он был не просто среди знатных, а знатнейших, верпочитаемых столпами. Столпами это большие колонны, на которых крепится все здание. А кто такие? Иоанн. Возлюбленный ученик Господень. Петр, глава апостолов, как привыкли его называть. И Павел. А он в это время еще был гонитель. Человек, который никакого отношения не имел к христианам, даже к рядовому христианину. И пришел. Напугали они его? Нет. Когда считаешь послание Галатам, как на душе делает целико Павел. Какой же ты молодец. Ты не уступил никому. Какую ты свободу нам отстоял. Чтобы мы не склонялись, не горбатились перед мнением великих людей. Пусть это Синод, Метрополит, Патриарх. Ты каждое слово вынеси. Какое отражение даст оно через Слово Божие? Вникай в себя и в учение. Вникай в то, что сказали, и вникай в учение. И какие бы они великими ни были, ты никогда не предпочти их тому, что сказал Господь. Всего не начинает пугать. А вот соборные правила вселенские. Ни в одном соборном правиле нигде не говорится то, чтобы их ставили выше Слово Божие. Запомните это очень хорошо. Соборные правила это далеко не Слово Божие. Далеко. Почему? Их меняли. Это люди собирали свое имя Божие. Боролись с ересами. А теперь на первом месте выходит толкование. Бальсамона, Аристида. А толкование это далеко не само правило. Далеко-далеко. И так мы желаем слышать Слово Живого Бога. А через кого Он заговорит? Может через самого немощного. Если бы где-то было сказано, что будет время, когда скотина заговорит, и она будет правее вас. Птицы заговорят, а они будут правее вас. Да кто бы там поверил? Камни возопьют, было сказано, что птицы, зверь, это все-таки живое существо. Камни возопьют. Самые ничтожные отбросы вдруг проговорят языком ясным, косноязычные, глухонемые заговорят. Конечно, важно иметь авторитет. Я говорил на днях, если бы сейчас дали возможность, как выступить по радио, рассказать о том, что мы говорим, дать знать о книгах. Да, проспекты, наверное, человека в три бы в очередь стояло. Никто не знает. Никак. Но надо довериться Господу. Довериться, и все будет в свое место. Когда писали апостолы послания, кто знал? Да их прятали. Запечатывали, как протопопа вакуум. Вы думаете, как он оттуда выслал? Сидел, скоблил гвоздем топорище. И внутри топорища послание спрятал, опять опилками все замазал, заклеил. Дорогой обыскали, ничего нет. Один топор имщика. А уж когда к Морозовой доехал, там распечатали. Вот какой авторитет-то был. А потом на весь мир прогремело слово огнепального вакуума. Свобода дороже всего. И Бог нигде не повелевал из-под меча огнем заставлять, чтобы люди верили. А надо, чтобы человек полюбил Господа. И мы смотрели на Христа. И не было в нем вида и невеличия. И мы ни во что ставили его. Если к нам так относятся, все правильно. Другое дело, если бы были мы знатные, были дети князей каких-то за рубежом, или здесь дети губернатора, ясно бы к нам как относились. Тут бы и охрана стояла. А вот как подумаешь, да и хорошо, что мы никто. Надежда-то больше на Господа. Я не тороплюсь это скорее набрать. Номер важный, там сигнализация. Ничего нигде нет. Идешь один, и тебя никто не видит. Может 10 киллеров рядом проехал, они даже не видят, что это за маленький человек идет. А тот не успеет движение одно сделать, за ним уже все навострили пули. Итак, вы, если поступаете с лицеприятием, то грех делаете. 9 стих. И перед законом оказываетесь преступниками. Все понятно. Я не могу одно слово до конца осилить. Перед законом. Перед каким? Перед законом делайтесь преступниками. Ну ясное дело, что я пошел к краевому суде, он меня 5 лет не принимал. А прокурор только позвонил, ему открыли сейчас закон такой. А глава администрации, да мгновенно там все охранники по сторонам его приняли. Неужели каждого какого-то придется с ним этими сапогами, да его принимать там. А вот здесь, если он так подряд не принимает всех, виновен перед законом. Перед каким? Перед государственным он не виновен, он правильно делает. Да всех принимает, тогда и работать некуда. К Моисееву все лезли. Нет, это самое важнейшее дело. И что они так не всех принимают, это тоже правильно. Перед каким законом? Я нахожу, что это только перед Божьим законом. Вот перед Божьим законом мы все равные. Нет ни мужеского пола, ни женского, ни иудея, ни елина. Кто бы он ни был. Ни прошлое моего народа ничего не значит. Значит только ты пришел, ты и Бог. А что самое главное? Любовь. Когда эта любовь будет явлена, тогда будут глядеть. А пока неузнанный человек по одежке принимает. Спередона Тремифунского вызвали, а охранник-то не пропускают. А что пропускать-то? Пришел, ты смотри, как епископ уходит, какие у них шлейфы сзади. Сзади идет Штец или там Ипподьякон, как Паш, королева английской. В шесть метрах у него материя. А здесь идет ничего нет, а охранник его и ударил. Он развернулся по второй щеке, мне ударил. Ахота награду получите за эту щеку. И только потом узнал он кто. Да как он пав, допросил прощения. Видим про Пеодосия, когда едет. Где? На лошади. Сидит, кибитки отправил князь его. А который кучер-то его и не знает, кого он везет-то. И говорит, знаешь что, а раньше было как, этот корейтов-то сидит впереди на лошади, на лошади верхом. А кибитка сзади. Ты бы пересел на лошадь, а я в кибитку. Ну пожалуйста, пересел. Когда расцветало, ну все-то видят, что игумен едет-то на лошади-то, вместо парей-то, и все кланяются. А этот еще не поймет, чего они мне сегодня кучер кланяются-то, всех саром-то. Невзирая на лица, а потом только и узнал. Да кого же я отправил-то самую низкую работу выполнять-то, ноги мыть. А я во многих умыл, Господь говорит. Вот нужно научиться свое место определить перед Богом. Я ничего не стоящий раб. Я нахожусь в основании пирамиды. Меня почему-то называли все время чернорабочим астанизатором. Я делал самую низкую работу, стоял в дверях, это самое опасное место, холод и жар. Помогал шапки снимать. Я сегодня подумал, а есть ли люди, которые бы на земле такие, которые бы всем угодили. Я не мог найти нигде и ни одного. Никогда. Даже делающий открытие, он обязательно теснит того, кто сделал ранешнее открытие, но он обязательно уже ниже этого. Даже если бы не открывал, я бы на первом месте в этом стоял, в счету. Всюду и везде так. На нашей книге очень сильно гневаются. И то, что сейчас еще мы живы и так все стоит, это только великая милость. Мы оказались при великом переломе, при окончании зарубежной церкви. Никому до нас дела нет. А дальше как-то это дело будет, я не знаю. Не знаю, но уже заранее надо молиться, чтобы они, невзирая на лица, посмотрели. Чтобы нашлись люди, которые почитали. А придется ломку делать очень большую, если бы не трогал монашество, богослужение, да все вот так вот шло в сонном порядке. А ведь говорим-то о великом деже, чтобы люди пришли к Господу и чтобы проповедь достигла всех, невзирая на лица. Чтобы проповедовали все до одного, все до единого. А вот смотрели на лица, богатый, значит, монастырь, знатный монастырь, а эти там окаянные бедуины пусть по степи ходят. А из них как раз вышли мусульмане. До шеста столетий. Да если бы был сегодня Пахомий-то живой-то, да неужели бы он на прием к нему не пришел? Он такой же был простой, такой добрый. Я бы сказал, Пахомий, брат, великий. 11 тысяч мужиков заблокировал, ты думаешь, что мне что-то у тебя будет? Через два века здесь праха не останется, все рассыпется. Невзирая на лица, идите ко всем, не смотрите, что они бедные, ничего не знающие в щелмах, идите к ним скорее проповедуйте. Эти люди очень восприимчивы к вере. Уже ничего нельзя не вернуть, Пахомия нет. И Феодора Священного нет, и Антония нет, и Павла нет, и никого нет, и Февейского, основателя монашества. А вот если бы это, невзирая на лица, сегодня прислушались, что мы говорим, да сегодня бы вздохались и сказали, великий, великий. А вот гномик говорит о том, что надо идти в мир, наше-то слово бы если услышали. Вот конкретно об этом надо сейчас начать молиться, чтобы Господь, тех, от кого что-то зависит, чтобы слово проникло к ним. Потому что всегда спрашивают, а что вы оканчивали? Ничего я не оканчивал. А кто вы такой, печник и сторож? Но Господь открыл мне истину, я хочу ей донести. Только заговорил, а кто это такой? Я когда захожу в это место, я остановлюсь, это обо мне, этот стих Серахов говорит. А кто это такой? А вот если бы смотрели, не боялись друг друга, да и великого ничего нет. Ну и что, что собор? Ну и что, что патриарх? Ну подумаешь, президент, да правда-то превыше всего. И сегодня надо молиться, чтобы Господь нашел молодых делателей и послал туда, где живое слово не звучало. Сегодня давят с этим патриотизмом, ищут виновных в стране, когда мы встанем, как будет, никогда не встанем и не будет. Точное обещание Богом дано только евреям, что эта нация не исчезнет никогда, несмотря на все гонения какие. Эта единственная нация получила от Бога благословение, остаться живой, при всех ее недостатках. А русский народ может данного человека испариться. Нам нигде обещания не дано. И поэтому мы можем надеяться только буквально на слово Божие, чужому обещанию прильнуть. Господи, будем плодиться и размножаться через слово Твое. Через слово. Серахов, 12 глава, 2 стих. Не хвалит человека за красоту его, и не имеет вращения к человеку за наружность его. Вот это тоже надо помнить. А красота, присваиваясь к какие-то медали, мисс, отец, и чего это не зависело. Это всего лишь пища, от определенной схемы, которую Бог заложил, сумела надуть кожу, которая на незрачных мускулах, костях и всего. Только и всего. А прямо умирают, все отдают, половина имения за эту красоту. И всю власть, и половина царства отдаст человек. Не хвалит человека за красоту. Миловидность обманщива. Суетно. А только душа, преданная Господу дорога. Книге Левит 19.15. Уже было заложено то, что говорит Яков. У нас в законе этого нигде нет. Хотя перед законом, говорят, мы все одинаковые. Все равные. Теоретически, на бумаге, мы никак не равные. И не можем быть равные. Во-первых, царства возможностей другие. Больные, сильные, невидные. А когда человек еще умеет угодить, чем? А он быстро продвигается. И Левит говорит так, 19.15. Не будь лицеприятен к нищему. И не угождай лицу великого. Лицу великого угождать выгодно. Ты угодишь ему, он тебя продвинет дальше, тебе слово замолвит. Это по партийной линии, по лестнице так и шли на исполнительность. Да оно и сегодня никуда не делось. Салмопевец Давид 81.2 и говорит так. Да коли вы будете судить неправильно и указывать лицеприятие нечестивым. Особенно это лицеприятие в судебных органах, в юстиции. Человек идет по средней инстанции, за что-то судится, обидели, отняли землю. И Давид говорит, да коли вы будете судить неправильно. Три тысячи лет назад, как будто сегодня. Вот повешая лозунг на каждом судебном заседании, да коли вы будете судить неправильно. И показать это место, я думаю, тоже не понравится. Ну кто-то же должен это сказать. Надо это обдумать. Вымолить у Бога такого человека, который проник бы туда и взял бы и крепко прибил. Ну вывешивали же красногвардейцы знамя, там краснодонцы. Ночью-то проснуться, а к утру знамя висит. Людей брали, хватали. Вот все, кто-то бы написал. Прямо дворец правосудия вверху написан. Да коли вы будете судить неправильно, псалом такой-то. Ничего нет особенного. Потому что епископ туда не идет. Вот притча 18.5. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому. Меня больше всего интересуют именно люди, связанные с судебными делами, адвокаты, судьи, прокуроры. Как я дохожу до этого места, я долго размышляю. Они в великой опасности. За них особая должна быть молитва. Почему? Он в самом начале, прежде чем берется за дело, должен уже иметь прозрение от Бога, не зирая на лица, без лицеприятия, а прав он или не прав. Не прав. А ему дали возможность за деньги защищать его. Не подходи к этому делу, откажись. Уйди. Потому что есть у дьявола адвокаты. Как показывают, он всегда выигрывает. А есть адвокаты, конечно, и у Бога. Это хорошее должность. Все поставить на место. Примирить людей, рассказать. Очень и очень опасное. Не случайно один человек написал произведением «Разрушенный и восстановленный ад», то показывает, что ни один из судебных органов не спасается. Ни один. Во-первых, взятки. Во-первых, ума не хватает. А должна быть прозрительность великого Соломона. Чтобы он сразу определил, кто прав. И нашел какое-то подобное решение. Притча 24-23. Имеет лицеприятие на суде нехорошо. Не только это нехорошо, а погибельно, разрушительно для государства. Притча 28-21. Такой человек за кусок хлеба сделает неправду. Речь опять идет о том, что он имеет. Ну, кусок хлеба, это не надо понимать буквально. Это может быть кусок. Сегодня куском называют тысячу долларов. Этому сумму три куска. Может быть, это уже там было заложено. Это терминология блатная. Малахия, 2 глава, 9 стих. «Я сделаю вас презренным». За что? Потому что лицеприятствуйте в делах. Законом его говорит Господь. Вот здесь должны быть уже все одинаковые перед законом Божьим. Если тот суд ничего не решает, то здесь абсолютно все равны перед законом. Совершенно одинаковые. И князь склоняется и идет на исповедь, прощенного с кресением. И идет на исповедь, он какой бы ни был, он открывает все свое. Он никто, он раб, ведомый на заклание. Раб, которого уже повлекли на шахот. Послание апостола Иуда 1,16. Они оказывают лицеприятие, такие люди, для корости. Причина главная все-таки это корость, это кусок хлеба. Да тогда что, это только там разве бывает? Да нет. Это бывает и в частной жизни, и в домах. Я иногда спрашиваю, у которых несколько детей, дети уже большие. Скажите, а какого ребенка вы больше любите? Да не все одинаковые. Я не очень в это верю. Дети одинаковые не могут быть. Один все время огорчает, а другой все выполняет. И как одна душа с тобой живет. Даже у Христа и то у ученик, которого любил больше. А теперь вопрос. Ты этого больше любишь, а за что ты его больше любишь? А по этому вопросу я тебя уже могу узнать. Что у тебя за главное стоит? По какому принципу ты определяешь? А если потому, что он всегда рвется к небу, зовет тебя, приходит, исповедует что-то, как я не знаю, как правильно сделать, советуется. Как это дорого? Когда вы вместе, часто садитесь за Слово Божие, вместе с ребенком ищите ответ, вот как можно узнать, что ребенок приближается к спасению. Лука 14,16. Когда званый, не садись выше, иначе подойдет, хозяин и скажет, друг, пересядь. Это лицеприятие по отношению самого себя. Какую цену сам себе дашь. Второзаконие 16,19. Не смотри на лицо и не бери даров, не извращай закона. Опять дары, опять не даром. Книга Товит 4,6. Поступай по правде. Евангелист Иоанн 3,21. Поступающий по правде идет к свету. Вот мы уже рассмотрели этот путь. Без лицеприятия поступающим он уже со Христом. Это в ежедневных наших поступках, в рассуждениях. Многое тебе человек может позволять. Могу и не поститься, а проповедовать о посте. Колоссиным 3,25. Кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У Бога нет лицеприятия. Перед Богом все равны. Иоанн Затауз говорит на кладбище, когда копает, бывает могилы раскопают. Посмотри, где князь, где царь, где нищий, не все ли прах, не все ли пепел. Как это быстро все улетит. И поэтому, если мы ближним своим подсказываем, то с кем ты работаешь, ты обязательно им увидишь неправду, вмешайся и попытайся остановить ее. Если вышестоящий начальник перед тобой нелицеприятцы, подойди ему и скажи. Кто бы он ни был, какой бы высокий пост ни занимал, ты все время знаешь, что твой пост выше. Ты полномочный представитель царя неба, от него послан. Ты подойди ему и скажи. А вот в Писании говорится не так. Ну как все люди ругаются, что его можно сказать? Я всегда говорил так, написано в Евангелии, за каждого человека даст ответ в день суда. В ответ матерка я не получил ни одного за это. Дальше говорю, от слов стоит человек оправдается и осудится. Писание действует на другом уровне. Мы этого даже не знаем, что у человека там срабатывает. Казалось бы, да пошел ты, ни один мне никогда не ответил. А если он курит? Курит я и такому человеку говорю. Если кто разрушит храм Божий, того покарает Господь. Ты смотри, как чудно устроен этот храм, в котором Дух живет Господень, может жить. Даже цыганка курит. Я поступал, может и неправильно, папиросу у нее и выхватил. И сказал, и она промолчала, раскрыв глаза. Вы всегда выхватываете меч, чтобы он сверстнул перед глазами. А меч есть Слово Божие. Перед Господом все равны. Какая есть специальность, перед которой все равны? Это врач. Хотя бы на твоих глазах убил несколько человек, и его привезли к тебе, и сказали сохранить его жизнь. Ты обязан точно так же трудиться, остановить кровь. Все сделать как положено. Так вот, мы являемся все-таки все духовными врачами. Какой бы ни был человек, мы никогда заранее не можем вынести приговор. А этот человек не воден для Царствия Божия. Мы не можем сказать. Мы скажем, Господи, это создание внешне такое. А душу его мы не знаем и не видим. Почему святые выявили? Мы, говорит, видим согрешающего, а не видим кающимся. Итак, если Господь дает нам это понять, то никогда по вопросу лицеприятия, чтобы не были преступниками божественного закона Святой Библии. Аминь.